Девушки отдыхают 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 Алексей, а? Э, товарищ, немного! Притормози немного, а? Ну, кто ж так тормозит? Э, механик! Мальчики! Товарищ начальник, для выполнения задания бригада готова! Любого! Ей-ей, товарищ начальник! Ой, Алёша! Здравствуй! Ниночке! Нет меня, Нинь Семёновна! Пионерским! А ты шуруй-шуруй! Почему глямала? Да ладно тебе! Брось, бабу, брось! Мальчики! Сборный, пусть подождёт! Нужно взяться за тысячу двадцать четвёртый! В первую очередь! Вы слышите? Вы что, мне? Товарищ начальник? Да мы! Да я ведь! Пойдёмте! Я покажу вам план манёвров! Алёша! Ты придёшь? Ты не забыл? Не знаю! Но ты же обещал! Обещал! Пойдёмте! Пойдёмте! Один момент! Осторожно! Здесь вот ямка! Мой фонарь, товарищ начальник, так сказать, всегда к вашим... Ну, ваши ножки! Ну, разве по этому мраморному перрону? Ай-яй-яй! Слышь, Алексей, навродиваю с Ниной того, а? Что того? Ну, встречались, ходили, словно. Ну, я ведь помню. На танцах с Ниной. Прихожу в кино. Опять с Ниной. Да, встречались. Ну и что? Да? Да ничего. Ну и вдруг вот за Егора замуж. Вы что, поругались что-то? Характерами не сошлись. Ну, ты извини, конечно. Я по-простому. Да я понимаю. Ты знаешь, я сам не пойму. Было вот, и вдруг кончилось. Видать, не подхожу. Егора, наверное, больше нравился и нравится. И вот замуж пошла. Значит, у тебя серьёзно? Угу. Да. Вот такая штука, брат. Не забывается? Не забывается. Как же это он сказал-то? Бабенцы. Кто? О, Шацкий-то. Ну, пусть Бога благодарит, что Егор не слышал. А то бы он этому хлёсту показал, где раки зимуют. А мне он нравится. Весёлый мужик. Разбитной. С таким не заскучаешь. Да нет. Фуфло. Нет, ты знаешь, точно, я вспомнил. Ну, ребята на медне о нём говорили. О командировочном из Минска. Говорят, без году неделя на станции, а уже все пути и стрелки, маршруты все знают. Точно? Ну, Шацкий, конечно. Он назвался, я и вспомнил. ЗВОНОК Ты чего? Чёрт пропал. Лясы, наверное, и торчит. Ой, вот не видать низги. Да, погодка. Разошлась, голубушка. Вот ты глянь, Алексей. Впереди рельсы как в бездну проваливаются. Так там бездна и есть. От нас до Заранск такой уклон идёт. Ты знаешь, едешь, а вагоны тебя в тендер сами подталкивают. Ты-то вот не водил туда состав? Всё на маневровом, тут крутишься. А я-то знаю. Ну, поехали немного, товарищ, немного. Куда? На восьмой путь. Значит, работа такая. Из середины 1024-го надо выкинуть шесть вагонов. Нина Семёновна просила срочно ей состав отправлять дальше. Не подведём Нину Семёновну, братцы! Слушай, Шацкий, ты чем зубы чистишь? Детским порошком или пастой? А что? Блестят очень. Вот что. Отдаёт. Да ладно, поехали, братцы. Отцепочка я уже отправил. Пусть готовят отцепку. Шевелись немного, товарищ, немного. Ладно, ладно. А я, ребята, как хотите, а под впечатлением. Теперь мы начали срочно пройти. Механик, ты так и не сказал, замужем она или нет? А ты бы спросил? Спрашивал. Хохочет весь ответ. В воскресенье свадьба будет. Понял? Эй, ты ж, кед. Тебя тут не хватало. Что? Уже сказать нельзя. Что ты говоришь? Нет, правда? Вот так. Опоздал, брат. Взять командировку. Чуть пораньше надо бы. Верно. Не попал. Ах, мать честная. За кого же идет? За Егора Талейку. Знаешь такого? Ну, Володька, весь тендер перелопатишь, помяни мое слово. Как-то в Талейку? Ну, как же не знать, знаю. Пассажирские водит. Ого. Так что, извини, дело пропащее. Ну, это как сказать. Что такое? Стрелка. Забыла она с невестой, что ли? Не переводит. А, ясно. Снегу набилось. А где же чистильщица-то? Лихо ее забери. Спит, небось, в уголку. У нее не одна эта стрелка-то. Ну, нам-то надо. А если надо, взял бы ты, почистил. Не развалишься. Ах, аж стой, аж падай. Эй, Володька! Че? Погоди, погоди, ребят. Сделаем подарочек невесте. Ей-богу. А ну-ка, на тендере подай-ка обтирочных. Держи. Опа. Вот так. Парень, что надо. Люблю таких. А, Алексей? Шустрый очень. А такие всегда по краю ходят. Да что ты придираешься-то? Свой же парень. Ну, вот что я сказал. Сказано, сделано. Заводи самовар, механик. Ты знаешь что? Сам ты. Самовар. У меня машина, ты позавидуешь. Ничьида, конечно, электровозом и тепловозом всяким. А, все же, самовар. Тю. Обиделся. Ты аж к слову. Хорошо. Хорошо. Тормози, механик. Максима! Эй! Как с отцепкой? Нормально! Нормально. Трогай. Значит так. Эти вагоны на седьмой застрелку. Оставим их там. Потом вернемся, возьмем те шесть вагонов, которые надо убрать из состава. И отбарабаним на третий путь. А потом проделаем все остальное. И маршрут готов, уважаемая Нина Семеновна. Пускай отправляет. Все понятно? Ну, от чего не понятно? Ну, и ладно. Вагончики те поставим после подпогрузку на ветку кирпичного завода. И начнем со сборным. Там мороки, конечно, побольше. Но ничего, до конца смены справимся. А интересно, механик, сам-то женатик или нет? Ну, что ты этим так заинтересовался? Алеша у нас вечный холостяк. Обед такой дал, понял? Ну, а у меня, братцы, уже два пацана. Что, не верите? Одному карапузу полтора, а другой месяц назад народился. Не веришь? Ну, чего ж тут? Дело житейское. Только ты больно уж высокий темп взял в этом деле, а? Ой, да нет, мы с женой решили. Догоним до трех и точка. Теперь вот на дочку задумка. Чудак, это ж природа. Куда кривая вывезет? Коли два есть, так жди третьего сыра. Типун тебе на язык. Слушай, ты дело-то не забывай. Давай, давай. Эй, Максимов! Ага, порядок. Можно ехать, товарищ, немного. Моя бригада работает без брата. Вот трещотка, а! Бабука, как давление? Ну, поднимем, Алёша, что-то. А вообще нашей дежурной повезло. Такого парня оторвать. Машинист, талейка. Звучит? Звучит. Послушай, механик. А он не моложе тебя будет? Одноготки мы. Во! А уже на пассажирских. Первый класс. Надо же! Удачливее тебя он, что ли? Может, и удачливее. Да что ты привязался, репей. Люди разные. Одни такие, другие не такие. Ну, а что ты, спросить нельзя? Ну, он сам говорит, одногодки. Вот я поинтересовался, почему талейка пассажирские уже водит. А наш механик, ну, мы не в ровом. Ну, и нашёл. Интересно. Да нет, вообще вопрос ты законный задал. Так вот, как ответить, не знаю. Так ты о талейке механик не договорил? О талейке? Да. Егора, брат, я с детства знаю. Парень, он к учёбе его как способен. Дело наше паровозное знает, дай бог, каждому. Ну, что ещё? Везучий. Ну? Вот в училище. Выходим с инструктором. Скажем, первая в нашей жизни поездка на тепловозе. Ну, кто первый? Инструктор смотрит на меня, на него. Говорит, ну, талейка. Садись, с тебя начнём. Вот так. Да-да-да, это верно. Такое бывает, да. Э-э-э-э, стоп. Вагоны-то здесь остались. Хорошо. Так. Максимов! Отдай! Обратно едем! Теперь, братцы, будем соединять половины состава. Раскомандовался. Ну, чего ж тут не сообразить-то? Ты за свой, а я за свой участок отвечаю. Понял? И все дела. Ого, уже тепловоз головным вагоном подогнали. Значит, привет, Нине Семёновне. Мы своё дело сделали. Я вагон нацепляю. Максимов! Ты как, выключил автосцепку, а? Выключил! Давай, давай! Ну и всё. Алюргалопом три креста. Марш, марш, механик. Вот глотка-то лужёная, а. Значит, на третий путь. За вагонами. Эй, братцы, а время-то поджимает. Скорее, скорее. Поспешишь, людей насмешишь. Глянь, метёт-ка. Талейка сейчас тоже на перегоне. В одно время заступаем. Точно. Видимо, в Заранске. Как раз пассажирский прибывает. Или нет? Нет, не доехал ещё. Минут через восемь будет. Стоянка и к нам. Точно. А здесь на перроне собственной персоной не кто-нибудь, а невеста. Кино. Да не болтай ты. Стоп, механик. Нам же на третий. Ну, а это какой? Это? Стойте! 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 Что там такое? Ну? Ну, что случилось-то? Сцепщик твой. Вижу. Стойте! Стойте! Вагонов! Вагонов! что вагон нет вагонов как то нет что ты плетешь то ты шо максимов белины объелся нету нету сами глядите а ну-ка видите пить пусто самом деле а это третий третий башмаки вы же не подложили тормозные башмаки под колеса ведь так же максимов я не знаю я не знал что надо класть башмаки и сволочи бабники проклятые да вы знаете что вы натворили то я не бабник одно минуточка что собственно почему да здесь уклон уклон понимаешь чудак ты минский они стронулись и пошли и катятся и черт их знает где они сейчас понял пока не налетят на что-то сделали подарочек невесте мы же не знали мы же не знали что тут уклон да ты на что же намекаешь скажи откровенно забыли братцы да нет братцы и дежурные не предупредила она ведь обещи морду да но если бы если бы знать что такое может произойти надо же что-то делать не стоять же так давайте что-то делать ну давайте делать вагоны не карась на крючок не словит окаянные что же вы натворили что вы натворили где вагоны разрезали выходную стрелку и вышли на главный на четный да на перегон выкатились ой господи пассажирский все на паровоз живо алёша Вышли на главный. Вон они! Вагоны! Вверх! Они, они, гляди, вон ползут. Да это пока. Сейчас разгонятся. Алексей, что будем делать? Тесок. Включим. Ну, башмаки. Сейчас. Бабук, помоги им. Понял? Куда ты-то еще? И я с ними. Стой, обойдутся без тебя. Встать! Сразу, ну! Эх, не вышло! Максимов! Еще раз! Вместе! Стой! Ах, черт! Не получается. Не получается. Алексей Иванович не удержит башмаки. Нет, не удержит. Что же делать? Да, не удержит. Не удержит ни карась. Ни карась. Вагоны на крючок не словишь. На крючок. На крючок! Алексей Иванович, миленький. Ну-ка, подбрось уголь-то. Зачем? Подбрасывай, подбрасывай. Держись, Володя. Держись, дружок. Эй, эй, в стороны! Алексей Иванович, на крючок их, понимаешь? На крючок мы их сейчас. Мы их сейчас. Есть, Алексей Иванович. Словили. Мы их словили. Здорово! Сигналит. Пассажирский, Алексей Иванович. Ну, а теперь к ходу. Пошли. Пошла. Эх, пошла, милая. Пошла. Стрелку проходим. На третий вышли, Алексей Иванович. Внимание. На первый путь прибывает поезд номер 299, Москва-Минск. Стоянка 2 минуты. Ну вот. И все. Ну, теперь можно и покурить. Я... Я... Я не курю. Я знаю. И не надо, Володь. Ни к чему это. А наша старушка-то, а? Сто очков вперед даст. Даст. Алексей Иванович, честное слово, даст. Слушай, ты на свадьбу Талейки и Нина пойдешь? Пойду, а... Так вот, значит, чтоб там не гу-гу. Понял? А то я вас знаю, пацанов. Начнешь про геройство расписывать. Вы лучше Нину Семеновну предупредите. А Нина не скажет. Она не скажет. Понял, не такой она человек. Ну, что я тебе говорю. В общем, словом... В общем, держи язык за зубами. Да я понял. Ну, понял, Алексей Иванович. Ну... Ну, не обижайся. Извини. Ой. Ну. Айда в дежурку. Что-то ребят не видно. Внимание. Скорый номер 299 отправляется с первого пути в городе. Никого. Алексей Иванович, тут кто-то... Венчанин? Ты что? Ну, что, закурим? Хочешь папироску? Ты, может, сигаретку куришь, нет? Да где ты? Ну, что ты, ну. На, закури. Ну, вот. А это бывает. Ты знаешь, это нервы. Это пройдёт. Ведь нам с тобой ещё сборной расформировать. Негоже на другую смену работы-то перекладывать. Ну, пошли. Пошли. Пошли.